Для жителей села Знаменка Староскольского округа приезд доброго поезда – событие. Селяне узнали о нем заранее по расклеенным объявлениям. Также им звонили сельской администрации и приглашали лично. В селе проживает без малого 900 человек. Не все жители отдаленных сел могут приехать в город Староскол для того, чтобы получить консультацию. Это далековато и накладно. А сегодня именно почти в дом к ним приехали специалисты, которые ответили на различные вопросы. В Знаменку приехали жители из соседних сел – Людмила Азарова из Новониколаевки. Эта территория находится на границе зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вопрос здоровья для пенсионерки на первом месте. Я с вопросом пришла по санаторно-курортному лечению насчет путевки. И, ну, пообещали, сказали к врачу уехать в понедельник и решать этот вопрос. Ну а с теми вопросами, которые можно решить без своего семейного врача, жители справились в этот же день. В мобильной бригаде были и медики. Сделать флюорографию, сдать кровь и пройти другие процедуры успели все. Правда, был ажиотаж, ведь на постоянной основе в селе принимает только один доктор. Добрый поезд остановился и в Староскольском селе Потудань. Несмотря на то, что жителей здесь немного, к специалистам пенсионного фонда, соцзащиты и медработникам даже образовались очереди. Вопросы касались оформления на группу инвалидности, об оборудовании, об оснащении фельдшерско-кушерских пунктов компьютерами. Все жители, которые обращались за помощью, они удовлетворены, потому что вопросы эти будут решены. Выездная бригада специалистов будет работать в селах и хуторах Белгородской области до конца августа. Узнать, когда добрый поезд будет в вашем поселении, можно на сайтах администрации муниципалитета или районного управления соцзащиты. Нелли Иванова, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорье. Продолжение следует...